Всем привет, мои хорошие! Меня все еще зовут Виктория, это вторая часть. Я искала тебя теперь на парадиске. Вы удивитесь, почему я на улице. Но сегодня такая теплая, классная погода, что я ушла на улицу и решила вам снять. Тем более, вот посмотрите, я сижу на берегу такого прекрасного водохранилища. Середина ноября, скоро, как говорится, зима. Вон возле меня утки. Давайте покажу вам диски, которые я прикупила. Я думаю, вам будет интересно. А, я вам больше скажу, пока я снимала эти две части, у меня появились еще диски и CD, поэтому части будет три. Они будут выходить раз в неделю. И, ну, больше я не планирую, потому что я их отправляю домой, и все, на этом моя карьера заканчивается, скажем так, временно покупателя. Меняются приоритеты. Итак, начнем мы с игр для PlayStation 3. Первая игра, которую я нашла, называется Bioshock. Видите, она такая вот. Все видно, голограмма отсвечивает. Вот, видите, переливается. Вот. Иногда показываю диски, которые я купила. Она полнокомплектная, с мануалом. Давайте посмотрим на мануал. Мануал цветной, на удивление, потому что обычно в PlayStation 3 мануалы черно-белые. Здесь он классно, описаны всякие машины. Реклама Moafi 2, Borderlands. Диск в хорошем состоянии, честно вам скажу, потому что я проверяю всегда. Диски перед покупкой я не беру. Затертые, потому что чехи очень неаккуратные люди, и, ну, я просто уже много натыкалась на затертые диски. Игра эта суперская, игра эта про такое фантасмагорическое будущее, под землей, под водой. Существует такая вот вселенная, и вы там к ней боретесь. Ваш противник вступает, вот такие вот товарищи с девочками. Ну, в общем, я думаю, все знают за Bioshock 2. Ничего нового про игру я вам не скажу. Знаете, я не удивлюсь, если он у меня даже в Харькове дома есть. Или у меня первая часть, вот я не помню. Но я купила, а если вдруг у меня их два, я знаю, кому подарить. Поэтому, в любом случае, классная игра. Купила. Второй диск, это игра Resistance 3. Про Resistance 3, это шутер. Честно вам хочу сказать, ни в одну часть я не играла. Как-то так сразу у меня вот третья. Ну, ничего не знаю хорошего, плохого. Знаешь просто, что это шутер. И все, как-то эта вселенная, Resistance, прошла мимо меня. Совершенно мануал, вот черно-белый. Шутеры я люблю, честно вам скажу. Еще со времен, как вы понимаете, компьютера и Counter-Strike. Поэтому играть я, может быть, и буду. Но дело в том, что у меня сейчас PlayStation 3 нет. Диск хороший. Вот, если вдруг объявится, я думаю, что как минимум я запущу ради интереса. Вот такой у меня диск. Дальше у нас идут игры для Xbox One. Ой, Xbox One. Xbox классический, слушайте. Ну, можно сказать, One это первый. Я не знаю, почему его так назвали, Classic. Со старта. Очень странно. Это вообще очень спонтанная, неожиданная покупка. Это, ребята, чтобы вы знали, на рынке есть целая такая вот, сказать, когорта продавцов. Это цыгане. То есть у них, я не знаю, где они это берут, у кого они там это все загребают. И брать у них это прям... Ой, утка так, как река. Это целое вообще приключение. Но я увидела одну и думала, ой, я хочу собрать все Halo. Потому что у меня есть Xbox. Хочу все Halo собрать. Я хочу собрать все Gears of War и все Halo. Чисто, чтобы у меня было на все, ну, полные вот от первой до последней. Ну, и мне кажется, надо постараться. Потому что их, по-моему, или 15, или 16, эти Halo штук. Это первая. Это вторая. Собственно, поэтому я и купила, что они были прям первая и вторая. Паловские. У меня Паловская. Xbox 360 Halo Edition 4, кстати, посмотрите. Я ссылку оставлю на свою консоль. Это, собственно, причина, по которой я купила. Я хочу за свои консоли поставить вот такую полную коллекцию. Вот. Тем более, они были полнокомплектные. С цветными мануалами и с целыми, блин, не царапанными дисками. Как поверьте мне, для цыган это вообще что-то невозможно. И стоили там, по-моему, по 100 крон. Поэтому я скрипя зубами купила. Хотя обычно у цыган стараюсь ничего не покупать. Потому что они люди такие крайне неаккуратные. Вы поймете дальше, почему. Я вам сейчас расскажу одну историю про один диск. Который у меня фигурирует в... У меня такой есть, знаете, раздел. Если вы еще не видели коротких видео, называется, что есть на барахолке. И там вот попал в кадр у меня одна игра. Я вам сейчас про нее более подробно расскажу. Смотрите, здесь на диске вот такая вот есть какая-то штука. Видите, он какой-то такой. Вот собачка пришла и скупала. Вот он какой-то такой, у него затемнение. Я не знаю, насколько это критично. Может, это какой-то просто брак. Вот. Ну, в любом случае, я хочу просто для коллекции собрать. Тем более, вы видите, в каком оно состоянии. Придется в обложку нового где-то искать. Все туда вставлять. Потому что они все заляпаны. Ну, цыгане, что скажешь. Ну, вот такая вот две штуки у меня есть. Коллекция для моей лимитированной. Хайло положено. Так что, ну, что. Хозяйство пригодится. И у меня осталось две игры. На две консоли Xbox. Первая это из них на Xbox One. Кстати, она идет и на 360. А вторая на Xbox One. Так что, давайте начнем с этой. Вот это у меня фигурировало в моем видео. Что продается на барахолке. Я тоже купила ее у цыган. Это вообще что-то нереально. Это Redemption. Redemption. Игра года. Издание. Включенном Red Dead Redemption. И вот это Undead Nightmare. Я не знаю, это, кстати, DLC. Да, это, наверное, два DLC. Тоже у цыган. Ну, прикольно, короче, в чем. Потому что, ну, цыгане, мало того, что они люди просто по своей натуре неаккуратные. Они еще очень много курят. И я рассказывала. Вот я была у Дэна на стриме вечером. Из канала Мэрэ Тродэйс. И я ему рассказала, что я купила ее, короче говоря. И я открываю дома. Прихожу, открываю вот так вот эту карту. И у меня такой запах табака бьет. Я чуть там концы не отдала. Я вам хочу сказать. Ну, люди просто прокурили все. Все прокурили. То есть все прокурено. Карта в хорошем состоянии. Видно, что у них кто-то не ляпал вообще. И, мне кажется, к ней не прикасался. Но все настолько прокурено. Что, мне кажется, надо ее где-то оставить. Часто она полежала, отлежалась. Вот еще Rocksteady. Идевская какая-то бумажечка. Игра Redemption от создателей. Rockstar все знают. Создатели серии GTA. Поэтому вот тут два диска. Ну, правильно, да, включен. Вот. Это версия для 360. Это версия для ванн. Это 360. Ну, это DLC, а там сзади диск 2 и диск 1. Вот. Я очень рада. Дело в том, что я очень хочу купить RD2 на... Наверное, на PS5 или, если еще есть, на PS4. Я его еще не проходила мимо меня. Я вот это единственная игра, которую я еще не купила. Я хочу пройти... Ну, первая часть просто чисто на память. А вторую хочу купить диск и вместе поставить. Я просто очень люблю такие игры. Долгие блуждания. Поэтому я ее, когда увидела и купила, блин, черт побери. Я была рада их непередаваемо. Вот такой новый диск в моей коллекции. Ну, и последняя. Это тоже была очень спонтанная покупка. Дело в том, что она просто стоила 70 крон. Какое-то не несет оно. Это NHL 2000 года. Ой, 2000... 2020 года. Вот. Он просто стоил 70 крон, как я сказала. Ну, и, собственно, консоль-то последнего практически поколения. Предпоследнего. Почему не купить? У него, короче, прикол. У него что-то с этим... Ой, он очень туго закрывается. У него какие-то такие защелки непонятные. Вот. У него есть такой мануальчик. Он черно-белый, рекламный. И сам диск в хорошем состоянии. Но он стоил настолько дешево. То есть он стоил 100 гривен, чтобы вы понимали. Мне кажется, что за 100 гривен, я думаю, ладно, хрен с тобой возьму. Хотя я не фанат NHL. Но не знаю. Может быть. А, кстати, тут есть чешский язык и чешская команда. Поэтому не знаю. Наверное, это больше даже на память. Чем какой-то несет игровую функцию. А, видите? Торнадо Мэпс. Это какой-то видный игрок команды Торнадо Мэпс. Я даже не знаю такую команду. А, вот он. Хостин Мартию. Торнадо Мэпс Лив. Вот так вот. Сейчас все узнаю при вас. Вот так вот, ребятки. Такие у меня диски на Xbox. Давайте перейдем к PlayStation. Начнем с этого диска, который, собственно говоря, вы уже видели. Когда я покупала ПС-5, я его купила сразу. Это какого Банга Коллекшн. Черепашки Ниндзя. Видите, можно обновить до ПС-5. Что, собственно, актуально. Потому что ПС-5 у меня есть. Поэтому я ее и купила. Дело в том, что так даже вышло, что когда я покупала и заказывала, я еще не думала ПС-5 покупать. Это у меня потом мысль ко мне в голову пришла. Поэтому я купила на ПС-4. Но мне кажется, это уже не актуально. Нужно брать исключительно игры на ПС-5. Потому что здесь я могу только закачать версию, а не купить саму игру. То есть если это потому что-то подходит, у них такая функция будет со временем отключена. То есть я не смогу играть. Я только на ПС-4 смогу играть. Но она у меня тоже есть. У меня фатка. Лимитированная. Бэтмен Архим Рыцар Архим. А можете, кстати, посмотреть. Тоже ссылочку оставлю на мою консоль. Вот. Здесь такая мини-игр. Ну как мини. Ну мини по современным меркам. Это 13 игр для разных консолей. Включено, видите. 13 классических игр. Плюс нереальное оформление. То есть там такая игровая комната. с всякими артами, с видеосозданиями. То есть это такая, знаете, квинтсистенция всех игр, таких, скажем, из первых поколений. То есть когда еще графика была. Сами понимаете, какая. И запускать это на PS5, это, конечно, да. Это прикол. Но я просто люблю черепаху. Вот. И на самом деле у меня нет столько старых консолей. Эмуляторы я как-то не очень уважаю. Поэтому я ее и купила, что я буду играть, наверное, в PS5 на нее. Такой вот кринж от меня. Открывать сейчас не буду. Я домой ее повезу. Не буду открывать, пока играть не буду. Вот. Ну там ничего нет. Там в лучшем случае одна бумажечка и диск. И все. Это обычная, не лимитированная. Вот. Поэтому смысл открывать не вижу. Так. Дальше у нас идут две игры тоже на PS5. Первая, во-первых, это Gran Turismo 7, которую мне дали с PlayStation 5. Я ее тоже еще не открывала, потому что у меня куча игр еще не пройденных. Я не вижу смысла пока их начинать. Дело в том, что у меня всего на терабайт. А те, кто имеет консоли такие постаршего поколения, знают, что терабайт это вообще ни о чем. Тем более, там даже не терабайт, а 825 гигабайт. То есть, ну это вообще. Вообще ни о чем. А Gran Turismo может сразу так отхрякать больше 100 гигов. Я думаю, если мы сейчас вчитаемся, вот. Видите, минимум 110 гигабайт. И плюс он еще там разрастется потом. Сразу начнет докачивать. Докачивать. 150 гигабайт, как говорится, в Индополож. То есть, я сейчас просто не готова на это. Поэтому я его не открывала, но хотела вам очередной раз его показать. Такое у меня была первая моя. Почему я его показываю? Потому что моя первая игра на PS5. Она в моей памяти вот так и останется. Первая игра на PS5. Вот. Вот это такая больше, скажем. Носит функцию такую памятную. Ну, игра классная. Серия шикарная. Кто не знает Gran Turismo, тот, наверное, к приставкам PlayStation никакого отношения не имеет. То есть, на любом поколении была эта игра, начиная там с самого начала. Я играла в половину, наверное, из них, может, даже в две трети. Вот. Это такая игра, знаете, вот ее поставишь и сносить не будешь, потому что это такой релакс бесконечный. Ну, то есть, будь готов всегда занятым 150 гигабайт иметь на жестком диске. Тогда будешь играть в Gran Turismo. Вот такой вот у меня классный диск. А второй, значит, это у меня вот такой был куплен, это мой второй диск на PS5. На базаре нашла, парень продавал. Лимитированное издание Mortal Kombat Ultimate за 500 крон. Мне кажется, это очень дешево для версии со стиллбуком и с рукавом, поэтому я и купила. Это где-то 750 гривен. Вот. Вот такой у него красивый, очень красочный рукав. Говорит о том, что сюда включено. Вот 37 плюс дополнительные какие-то. Видите, тут всякие, вон, есть всякие, это видно Fatality Friendship какой-то. Не знаю, кстати. Еще не играла. Вот. Ну, вообще, эту серию очень сильно люблю. Тоже на каждой консоли у меня есть Mortal Kombat начиная с серии. У нее вот такой красивый черный нереальный стиллбук. Вот. Это очень толстым. А, нет, это не с толстым. Мануалом. И с диском. Он, короче, какой-то объемный. Видите, у него тут выбит этот знак. Он-то, в принципе, пустой, просто какая-то такая у него форма непонятна. Ну, и диск тоже в идеале. Я тоже всегда проверяю. Тем более, как вы понимаете, для PS5 в первую очередь я смотрела диск, потому что мне не хотелось бы консоль сразу старыми дисками убивать его. Так что вот такое у меня второй для PS5 красивое издание. Ну, а заканчиваем мы вообще неожиданно. Я никогда не коллекционировала и не собирала диски на PC. Мне кажется, это такой кринж, потому что зачем, когда ты можешь либо момент скачать. но когда я увидела этот диск, еще он стоил, по-моему, 10 крон, то есть это 15 гривен. У меня просто сердце ёкало. Дело в том, что я очень люблю эту игру Машинариум, а это, оказывается, какой-то коллекцион эдишн для этой игры. И я не могла пройти мимо, сейчас объясню, почему. Что включено в этот коллекцион эдишн? Во-первых, это музыкальный диск. Поверьте мне, я вам вот говорю, в моем плейлисте есть музыка из этого диска. Я ее скачала когда-то, я слушаю. Там настолько такая классная музыка, вот эти вот звуки какого-то такого. Но я даже объяснить вам не могу. Очень классная, загадочная музыка. Я просто балдею. Там есть пара треков, которые я слушаю без остановки. Ой, ребят, вам сейчас покажу. Тут мужчина пошел купаться. Он будет бонусом на прощание. Это сама игра. И плюс Машинариум вот такой вот артбук, то есть с описаниями, с какими-то картинками из этой игры, с ребусами. То есть он же весь построен этот квест на заданиях, на эту сеть. Описаны вот эти вот. Это как бы ну очень классно, потому что я иногда просто не могла пройти. Я впадала в ступор от этих загадок. То есть там найти какую-то маленькую запчасть, ее не можешь найти и стоишь и мучаешься. Игра шикарная. Я ее просто обожаю, поэтому я не могла его не купить. И мне кажется, что это будет первая и последняя такая игра на PC в моем случае. Но она такая классная, что я ее себе купила и совершенно не жалею. Так что все, ребята, давайте прощаться. Сейчас покажу вам мужчину, который пошел купаться в середине ноября в пруду сутками. Вот. Ждите третью серию. Я сейчас ее сразу сниму. Я просто не буду выкладывать, потому что это очень много времени займет. длительный, скажем так, будет ролик. Я не думаю, что будет очень приятно. Мне кажется, такой формат 20 минут достаточно. Ну все. Высылаем вам мужчину и до скорой встречи. Смотрите. Вот он. Блин. Вы говорите, я чудное. Пока. Пока.